Два километра глазом видать, и на каком-нибудь бревне доплыть для них проблем не составляло. Остров Ява работал как, ну, такой заповедник. Ну, все-таки это были люди простые, незамысловатые, как бы. И побуждений к эволюции у них особо не было. Ну, то есть 50 тысяч лет назад все были темнокожие. Люди будущего, вернувшись на планету Земля, скажут, ой, какие прикольные, такие смешные, и будут пальчиком тыкать в нас, да, и удивляться. Итак, снова здравствуйте. С вами программа «Дробышевский человек разумный» и ее ведущий Дробышевский. И сегодня мы поговорим об островах, про чудесные места, где можно жить. А пока мы не начали, для начала подпишитесь, поставьте лайки, как обычно. А начинаем мы с новости. Новость заключается в том, что было проведено достаточно масштабное исследование генетики разных островитян. У нас вообще планета океан, и сколько там, 70, что ли, процентов планеты покрыты водой. Но там и сям имеются острова, а на островах имеются островитяне. И очень долгое время они были очень плохо известны, потому что добраться до них тяжело, исследовать их сложно. Не везде они готовы и как бы хотят исследоваться. Но так или иначе, исследователи до них все же-таки добрались, ученые. Брали, взяли у них анализы, образцы генетики и сравнили с тем, что уже было известно. И выяснилось, что разные жители разных островов очень друг на друга местами не похожи. Особенно сложной оказалась история в районе Филипин, Меланезии, Индонезии и в другую сторону Микронезии и Полинезии. Благо там многие тысячи буквально таких самых островов, много-много маленьких популяций. Ну, конечно, далеко не все были осмотрены, но на настоящий момент, вот последнее исследование, самое большое, самое масштабное из всех, какие до сих пор были. То есть доселе, там было известно буквально-таки 2-3 популяции в генетическом плане обследовано, обследовано, а теперь их стало много. И выяснилось, что они друг на друга местами очень не похожи. А самое-то интересное, что у некоторых из них очень немаленький процент примеси других людей. То бишь, с одной стороны неандертальцев, с другой стороны денисовцев. Ну, при том, что, очевидным образом, это все-таки сапиенсы. Ну, вот эти современные островитяне, это не какие-то там другие виды людей, как иногда это тоже постулируется, а это вполне себе обычные люди, но с повышенным процентом примеси от других видов людей. И этот процент оказался неравный на самом деле. Ну, генетики, которые не особо знают историю региона и никогда в жизни не занимались и даже не интересовались, и даже представлений не имеют о классическом расследовании, сделали, как обычно, великое открытие, что есть как минимум две разные группы. Ну, если посмотреть просто на лица, то будет очевидно, что одни из них монголоиды, а другие из них меланезоиды. Но поскольку в современной западной политкорректной науке обращать внимание на внешний вид не принято, то для них это оказалось великим открытием, что есть люди с одним генетическим складом, а есть другие. Кто бы мог подумать, что монголоиды отличаются от австралоидов? Но и внутри даже вот этих самых австралоидов условных, ну или там меланезоидов, если хочется, тоже группы довольно радикально друг от друга отличаются. И самое это замечательное, что их вот эти вот закономерности, они полностью укладываются в то, что было известно, ну как минимум еще сто лет назад, исходя хотя бы чисто из географии и из исследований культуры и языков, кстати говоря, тоже, потому что современное население вот этой островной части делится на многие отдельно изолированные языки, плюс попуасские, и австронизийские языки, которые приехали с материка. И вот, соответственно, у тех, которые приехали с материка, с австронизийскими языками, в принципе, облик тоже такой вот экваториальный, но примесь генетическая с материка все-таки имеется. Ну, она должна быть, она и есть. И да, она нарисовалась в новом генетическом исследовании. Правда, те генетики, которые это делали, они не очень даже местами поняли, чего они увидели, но если вдруг они прочитают мою книгу «Происхождение человеческих рас в Австралии и океане», то они могут по-новому взглянуть на свои данные и на то, что они, собственно, открыли. Ну, как обычно, хорошо бы, когда разные исследователи, работающие в разных областях, согласуются между собой и делают это вместе. Когда есть историки, лингвисты, классические антропологи-росоведы, генетики и там кто-нибудь еще, ну, диографы для начала еще хорошо, чтобы карту нарисовали. И тогда результат получается гораздо лучше, чем если мы берем какой-то один набор данных и пытаемся из него что-то вытянуть. Но вот эта островная история, она была, конечно же, во все времена. И в каком-то смысле человек не особо отличается от многих других видов живых существ, которые населяют планету и которые изолировались и превращались в какие-то своеобразные островные формы во все времена. Ну, с тех пор, как появилась вообще, в принципе, наземная жизнь, и она вылезла на сушу, а суша оказалась так или иначе разделенной на какие-то участочки, появилась вот эта островная часть нашего бытия. Ну, самый, наверное, известный, самый такой классический пример, это пример с Реопитеком, ископаемой обезьяной, которая сидела на маленьком острове в районе современной Италии, из Сардинии, и заизолировалась там, превратилась в очень специфический вариант, приобрела способность к прямохождению, ну, почти прямохождению, такому, можно сказать, кривохождению, но, тем не менее, на двух ногах, двуногости, развила очень ловкую кисть, и вроде бы немножечко, как бы, ступила на путь какой-то социализации, может быть, больше интеллектуальности, но в итоге вымерла в силу исчезновения вот этой самой островной изоляции. Ну, это было еще 7 миллионов лет назад, и к нашей собственной истории имеют косвенные отношения. Таких примеров много и в современности тоже. То есть, например, огромное количество островов в Индонезии населены разными видами тонкотелых обезьян, лангуров и макак. Ну, и плюс там еще какие-нибудь гиббоны, допустим, да, или орангутаны на Суматре, на Калимантане. И поскольку мы знаем, когда эти острова стали островами, ну, а в некоторые моменты они более-менее объединялись в один такой большой вырост материка Сунду, а потом разделялись. И мы примерно можем прикинуть, сколько времени прошло от момента, собственно, их разделения. И видно, что, скажем, нескольких миллионов лет недостаточно для того, чтобы какие-то очень большие изменения накопились. Ну, например, есть такая обезьяна Сиаманг, черный такой большой гиббон, горловым мешком таким красивым орет, очень громко. И вот они есть на материке, а есть на островах. И они друг от друга практически не отличаются. Там пытались выделить какие-то подвиды, но, в принципе, это одно и то же. То есть, хотя разделение, ну, как минимум, там, пара миллионов лет есть, тем не менее, этого не хватило, чтобы даже уровень подвида, по большому счету, возник. И это важно для нашей истории, потому что, когда современные люди попали туда и туда, мы более-менее представляем, на самом деле. И можем прикинуть, ну, человек, гиббон, да, в принципе, размер почти одинаковый, ну, там, человек чуть побольше, но не принципиально. Длина поколения, ну, понятно, все-таки разная, но у древних людей там не особо от гиббонии отличалась. И мы можем прикинуть, насколько имеет смысл пытаться найти какую-то специфику современных островных популяций. Но гиббоны, может показаться, это что-то далекое, а есть же и разные древние люди, которые попадали в островную изоляцию. Их не так много, честно говоря, известно в таком антропологическом виде, а в археологическом гораздо больше. И едва ли не самыми древними были жители Сокотры. Сокотры — остров, находящийся между Африкой и Аравией. И он, в общем, более-менее равноудаленный оттуда и оттуда. И 2 миллиона лет назад он уже точно был островом. Ну, по этому поводу, кстати говоря, там до крайности бедная фауна, там почти нету никаких животных. Ну, есть, конечно, но очень мало, и большей частью уже завезенные в позднейшие времена людьми. Ну, уже современными вполне. Но 2 миллиона лет назад люди к каким-то образом туда уже добрались. А это 2 миллиона лет назад. То есть это время самых наипримитивнейших представителей нашего рода. Это ранние хомо, которые от островопедеков еще не особо-то отличались. У них, правда, стал уже немножечко увеличиваться мозг. Они стали делать каменные орудия труда, но по своему габитусу, да, там, сложению, в принципе, это все те же самые островопедеки. И вот костей-то их на Сокотре еще не нашли, а орудия нашли, потому что они уже делали орудия труда. Это чопперы, такие страшные, кривые булыжники, но в очень большом количестве там найдены. Ну, вот вопрос, что они там делали, честно говоря, там фауна, как я уже сказал, небогатая, но, может быть, они-то этого и не знали, да, они зоогеографию не изучали. И куда их принесло волнами с Африки, туда они и приплыли. В чуть более позднее время, ну, в принципе, тоже порядка, там, миллиона лет назад или чуть меньше, люди оказались на островах Средиземного моря. Там не сильно много таких находок, конечно, но есть тоже, ну, где-то там уж полмиллиона лет назад, 2700 тысяч лет назад или около того, люди делали Ашельские уже рубила, то есть это новая технология, более продвинутая, на островах в Средиземном море. Но тоже, к сожалению, мы не знаем, на что они были похожи. Еще позже, там же, знаете, острова, там, Закинфос, там, какие-то там, Левкаду, там, какие-то другие, приплывали и неандертальцы. Вот, но по Средиземному морю там далеко-то не разгонишься, там все, в принципе, рядышком, а в периоды похолоданий, ну, а периодически были похолодания, уровень океана понижался, ну, и Средиземного моря тоже, оно иногда вообще почти целиком пересыхало, и часть из этих островов соединялись с материком, ну, а часть были все-таки отделены, но там проливы были километра два. То есть, в принципе, два километра глазом видать, и на каком-нибудь бревне доплыть для них проблем не составляло. Я даже не особо удивлюсь, если они без всякого бревна могли доплыть, но все-таки это были люди простые, незамысловатые, как бы глазом видно, значит, можно добраться. Ну, наверное, все-таки гребли на чем-то, ну, какой-то плод, лодку полмиллиона лет назад они уже вполне себе могли сделать. Но если туда легко добраться, то оттуда легко и выбраться. И это как бы уже неинтересно. То есть, для какой-то биологической истории особо ничего это как бы не даст. Потому что приплыли, уплыли, гены примешиваются с материка, и все то же самое остается. А гораздо интереснее история происходила в Индонезии. Потому что там миллион лет назад пятикантропы, ну, даже больше миллиона лет назад добрались до Явы. Ну, до Явы-то они пришли вполне себе по суху, потому что Ява соединялась с материком в единую сунду, как я уже сказал. Но в последующем отделялась. И вот в моменты изоляции Явы там возникали весьма специфические персонажи, что замечательно. Первого пятикантропа, хомоэректуса, нашли именно таки на Яве. Ну, и не нашли, а нашел Жан-Дюба еще там в 19 веке. И до сих пор вот этот яванский пятикантроп считается за образец пятикантропы, ну, галотип, как бы, да, вот самый такой образцово-показательный хомоэректус. Но, если честно, он не образцово-показательный, а он как раз очень даже специфический, потому что вот этот самый эректус-эректус, да, который истренили первонайденный, это результат уже довольно-таки длительной островной изоляции, потому что впервые они на Яву попали больше миллиона лет назад, а вот этот образец женоский, дюбацкий, как бы, да, он имеет датировку примерно полмиллиона лет назад, то есть это полмиллиона лет островной изоляции. За это время может многое произойти. Оно и произошло. В частности, эти люди, вот эти эректусы, да, архантропы, пятикантропы на Яве оказались гораздо более примитивные, чем материковые, и уж тем более африканские или европейские. И это прослеживается не только, естественно, по одному черепу, да, благо у нас на Яве находок-то много, и мы можем в разные времена сравнивать африканских, европейских, материковых, азиатских и иванских. И когда мы такие сравнения проводим, ну, скажем, для времени миллион лет назад, полмиллиона лет назад, 300 тысяч лет назад, то каждый раз мы обнаруживаем, что у африканских и европейских размер мозга больше, и лоб чуть более выпуклый, а у азиатских чуть-чуть поменьше, и лоб чуть более покатый, а илландских гораздо меньше, и лоб гораздо более покатый. То есть, получается, что остров Яве работал как ну, такой заповедник, резерват, в котором архаичные варианты сохранялись своей первобытности. В немалой степени, вероятно, потому, что у них не было никакой конкуренции, им не с чем было как бы себя сравнивать, да, поддерживать, они ни с кем не смешивались, и побуждений к эволюции у них особо не было. Ну, то есть, отбор не шел. Ну, там, побуждений не в каком-то там мистическом смысле, да, а в плане себе буквальном, то есть, не было нормального движущего отбора. Вот. Тут, правда, есть большой вопрос на тему того, насколько вообще возможно сохранение каких-то архаичных особенностей в условиях островной изоляции. И не является ли ситуация прямо-таки обратной? Может быть, наоборот, в условиях изоляции отбор идет быстрее? Тут мнения, честно говоря, расходятся. И для разных животных, для разных живых существ есть примеры и того, и другого. То есть, с одной стороны, ну, допустим, какие-нибудь тупайи, да, на тех же самых островах Индонезии сохранили облик предков-приматов, живших там 60 миллионов лет назад, это пример вот стабилизации фактически, да, то есть, стабильные условия, те же самые джунгли, ничего не меняется, климат тот же, и как они были 60 миллионов лет назад, так они сейчас и есть. А с другой стороны, некоторые существа очень быстро начинают меняться, потому что для них, ну, вроде бы лес-то тот же, да, но они потребляют другую еду, они живут на другой высоте, там, допустим, или там, наоборот, на земле, и у них эти изменения происходят гораздо быстрее, вот, и какие-то там карликовые оленьки все в той же самой Индонезии сохранили облик предков порнокопытных, которые жили тоже там 40-50 миллионов лет назад, а те же самые гиббоны поменялись весьма радикально, и гиббоны среди современных человекообразных обезьян, они самые эволюционировавшие формы, они по многим параметрам, там, скажем, форме там челюстей, строению кисти, руки, они более прогрессивны, чем мы, то есть они больше изменились, потому что они освоили другой тип передвижения, ну, какие-нибудь оленьки на земле, да, тупая на деревьях, но у них тип локомоции передвижения примитивный, а гиббоны освоили брахиацию передвижения на руках, и вот что работало в отношении хомоэректусов, честно говоря, большой вопрос, то есть с одной стороны, да, те предки эректусов, которые пришли из Африки, они были, ну, как бы, заведомо такие примитивные, и может быть, эта примитивность в последующем там и сохранялась, а в Африке, Евразии население больше суммарно, да, но все-таки это материки, ну, и тем более, еще и Африка с Азией соединялась, и с Европой, соответственно, тоже, и суммарное население большое, конкуренция велика, отбор сильный, и изменения происходят, а с другой стороны, может быть, вот эти вот островные ректусы эволюционировали по-своему, просто своим отдельным путем, и, по крайней мере, на поздних этапах мы это точно видим, потому что на том же самом острове Ява ко времени уже там 200 или там 100 тысяч лет назад появляются люди из местонахождения Нгандонг на реке Соло, и вот они уже очень резко специфичные, то есть по-прежнему, казалось бы, мощные надброви, покатый лоб, не очень большой размер мозга, хотя, кстати, тоже у них немножко все-таки подрос, а с другой стороны, у них вот это мощное надброви, оно не примитивное, оно специализированное, потому что оно у них мощнее, чем у более древних пятикантропов, на той же самой Яве, то есть получается, что у них надбровный валик увеличился, и большой надбровный валик это не примитивный признак в таком случае получается, а специфический, местный, локальный, вот, а в другую же сторону у них височная кость очень резко специализировалась, то есть строение височной кости это ну такая непрямо зависящая от окружающей среды вещь, и поэтому очень высокотоксономически значимая штука, то есть для систематики вообще всех млекопитающих височная кость это очень важная вещь, ну она не напрямую зависит от отбора, да, а меняется довольно случайным образом и отражает как раз ту самую изоляцию, и у людей из Нагандонга височная кость очень странная, то есть там многие какие-то финтифлюшечки, какие-то гребешечки, особенности, которых нету ни у каких других древних или там современных людей, ну кстати по этому же поводу мы можем быть уверены, что они не дали примесь никому из современных людей, точнее у кого из современных нету такого, ну вот, ну и видим, что они долго-долго варились вот на этом острове и становились какими-то очень странными, ну к сожалению мы про них очень немного знаем, потому что от них там 10 черепов известные, и там 2 берцовые кости, и все, но по крайней мере мы уверены, что они там были, а в еще большей степени эволюция двинула ну как бы свой ход на еще более удаленных островах, в частности на острове Флорес, куда все тот же самый миллион лет назад люди попали все с той же самой Явы, ну через промежуточные станции, там Сумба, Сумбава, Ломбок, там что-то еще такое есть, и прыгая с островка на островок, ну частично эти острова соединялись на самом деле, но как минимум два пролива шириной там по 30 километров сохранялось, и вот миллион лет назад какие-то из этих пятикантропов, уже специализированных на самом деле, добрались до острова Флорес, это маленький островок восточной Инденезии, и превратились там в последующие где-то 200 тысяч лет в так называемых хоббитов, и вот там уже точно никакого сохранения архаики, а точно очень быстрая радикальная эволюция, и показательно, что на островах, если мы посмотрим на разных животных, часто работают две противонаправленные тенденции. Если зверек, который попал на остров с самого начала был маленький, с некоторой вероятностью он увеличится. Ну, какие-нибудь дронты всем известны, все их любят, хотя их съели, ну, собственно, так любили, что всех съели. дронты на Маврике и Рюнь-Юнь-Юнь, были голуби, стали огромные такие, а-ля индюк, здоровеннейшие птицы, метр высотой. Ну, и на Флоресе это сработало в отношении, например, варанов, которые, комодские вараны, тоже там 3, а то и 4 метра ископаемые стали размером, или черепах, которые тоже выросли там до метра длиной, или крыс, которые, ну, полметра длиной, но тоже для крысы полметра очень даже немало. Ну, и на настоящий момент вот эти флоресские крысы это самые большие крысы на планете, а комодские вараны, которые, собственно, там живут, это самые большие вараны на планете. Ну, черепах съели. Ну, сейчас есть черепахи гигантские на Сейшельских островах и на этих Галапагосских островах, но это сейчас к делу не относится. Другая тенденция, наоборот, уменьшение. То есть, если на остров попадает кто-то изначально довольно-таки большой, на маленьком острове ему может не хватить еды на самом деле. Ну, допустим, если это слон, да, слон жрет очень много, еще и воды потребляет очень много. Поэтому не странно, что, попав на маленький островочек, они либо вымирают вообще, либо уменьшаются в размере. И у нас таких карликовых слонов по всей планете немеренная прорва. На, там, чуть ли не каждом острове в Средиземном море были карликовые виды, еще не по одному. На северных островах, там, около Флориды маленькие островочки, тоже там мамонты карликовые возникали. И на Флорисе как минимум два карликовых вида слонов, ну, последовательно, они там не одновременно. Ну, там, такие специфические слоны, стегодоны были с прямыми бивнями, такие приземистые, такие вытянутые, с длинными мордами, такими плоскоголовыми. Вот, ноуты не уменьшились, вначале они уменьшились вообще там до полутора метров высотой, но таких пятикантропы тут же съели, само собой. А потом, когда уже сами эти люди были метр высотой, то слоники стали два или там полтора опять же метра высотой, но люди уже были метр, поэтому вроде как слоны большие. И на Флорисе это произошло и с людьми. Ну, люди, пришедшие на Флорис, приплывшие на Флорис, были уже вполне нашего размера к тому моменту, ну, миллион лет назад. И мы знаем, что это было миллион лет назад, потому что там есть орудия, и что показательно, орудия это здоровые, они большие, тяжелые, ну, потому что руки у них были, как у нас. А ко времени порядка 800 тысяч лет назад орудия уменьшаются, и есть уже остатки костей, которые маленькие, то есть человеческие кости, но очень небольшие. И у них изменился не только размер, но и пропорции, потому что есть такое явление, как амлометрия. Амлометрия это неравномерное изменение пропорций при уменьшении или увеличении размеров. Ну, то есть, грубо говоря, если мы того же самого слона будем уменьшать, это будет не просто маленький слон, а маленький слон со странными пропорциями. У него голова, допустим, будет относительно побольше, да, там ножки относительно потоньше. Если мы, наоборот, будем кого-то увеличивать в размерах, ну, не знаю, там лошадь какую-нибудь, да, то тоже большая лошадь, она не будет точно такая же, как обычная, только в два раза больше. У него будут толще ноги, у него будет там крупнее челюсти, например, относительно меньше мозг. Абсолютно, кстати, может и больше будет, а относительно будет меньше. Ну, вот, ну, еще там что-нибудь такое. И в данном случае аллометра сработала по полной программе. У них, например, лицо очень сильно уменьшилось, надбровный валик, который на Яве уже был гигантский, да, снова сгладился, ну, не полностью, но довольно скромненький стал. Мозги очень резко уменьшились. Это, кстати, довольно необычное, потому что для людей мозг это вроде важная штука, а тут он прям просел в два с лишним раза. То есть, был килограмм, уже у пятикандропов, да, а стало 420 грамм. Ну, это как бы очень мощное. И пропорции мозга резко изменились. Лобная доля стала приплюснутая, там, височная сузилась, ну, и так далее, и так далее. Там, кисти, стопы преобразовались довольно радикально. Походка стала какая-то такая странная, прыгающая. И поведение, естественно, тоже поменялось. Но, это не привело ни к чему хорошему, потому что на материке эта эволюция продолжалась и продолжалась опережающими темпами. Поэтому, когда люди уже современного склада, уже сапиенсы, пришли на Флорис, на этом месте хоббиты кончились. И, видимо, подобные события были неоднократны. Например, на острове Лусон, на северных Филиппинах, тоже возник карликовый вид. Первые люди туда попали еще 700 тысяч лет назад. Там какого-то носорога они съели филиппинского. Но, судя по орудиям, там были такие нормальные как бы полноценные люди. Потом попозже тоже были. А потом, соответственно, 67 тысяч лет назад вдруг обнаруживаются карликовые человечки размером чуть ли еще и не меньше, чем флореские хоббиты. Ну, правда, от флореских у нас есть много костей, в том числе целый скелет с красивым черепом, с нижней челюстью. А на Усоне у нас есть только отдельные косточки кистей стоп в фаланге и там набор зубов. Ну, и там еще какая-то бедренная кость, но она детская, по ней ничего не скажет. И, тем не менее, мы видим, что все эти кости, да, и от пальчиков, и бедренная, и зубки очень маленькие. И люди уже современного вида, хомо сапиенсы, когда порядка 50 тысяч лет назад в очередной раз вышли из Африки, оказались в самых разных местах, в том числе на разных островах. И, видимо, с самого начала они уже умели довольно неплохо плавать по морям и океанам. Потому что как только люди выходят, ну, уже современного вида, сапиенсы, да, карманьонцы из Африки, так тут же они оказываются и на все тех же самых островах Средиземного моря, где тут же моментально исчезают олени, карликовые бегемоты, карликовые слоны чудесным образом. И тут же люди современного склада появляются в той же самой Индонезии на все тех же самых островах и зато они уже люди современного вида переселяются еще дальше. Если пятиканторы подобрались вот до Флореса, Сулавеси и Лусона, то сапиенсы добрались тут же до Тимура, например, 40 тысяч лет назад. И вот с этого момента начинается история современных островитян. И как мы видим из археологии, попав туда, они тут же довольно радикальным образом преобразовывали свою культуру. Ну, на первое там поколение два, может быть, ну, скорее всего, одно, им еще хватало запала такого материкового, они первым делом начинали жрать всю эту местную фауну островную, а там на каждом островочке были какие-то свои чудесные особенности, да, где-то какие-нибудь там кенгуру, ну, если это там ближе к Австралии, где-то какие-нибудь олени забавные, там опять же слоны и там кто-то еще, свиньи какие-нибудь там клыкастые, цельбрахерусы какие-нибудь, но все это моментально было съедено. И в подавляющем количестве случаев, как только появляются люди, тут же исчезает вся местная фауна, всякие там нелетающие птицы прикольные, там те же дронты, там кто угодно. Ну, а дальше люди приспосабливались уже к этой среде и было два основных варианта, две стратегии. В древнейшие времена, ну, вот еще 40 тысяч лет назад, 30 тысяч лет назад, понятно, у них не было никаких заходов на сельское хозяйство, поэтому они тут же становились рыболовами. И в настоящее время довольно много таких стоянок раскопано в той же самой Меланезии, ну, на том же самом острове Бука, например, какие-то прибрежные всякие пещеры, ну, и там на Новой Гвинеи, Новой Британии, там много новых всяких островов, какая-нибудь там пещера Монтимпкум, например. Вот они там сидели на берегу моря, мимо идет течение, есть рифы, и на рифах плавают рыбки, черепахи, крабы, креветки и всякое прочее зверье, и можно это разными способами ловить, и мы видим, что они это делали разными способами, потому что, во-первых, в отложениях найдены неодинаковые крючки, предназначенные уже для разных рыб, а во-вторых, мы видим остатки самых разных морских существ, которых, ну, заведомо надо ловить неодинаково, то есть, кого-то они ловили удочками, кого-то сетями, кого-то там приманивая факелом, и так далее, и тому подобное. И такое морское хозяйство, оно достаточно стабильное, ну, если особенно мимо идет какое-нибудь хорошее течение, ну, чтобы возобновлялась вот эта фауна вся морская, то этого хватило им на все следующие 40 тысяч лет назад, и некоторые из этих островитян до сих пор ведут ровно, в общем-то, такой же образ жизни, и даже форма крючков, сделанных из, скажем, перламутра, да, каких-нибудь редактн, она практически не поменялась за это время. Это хорошо, это рай, можно сказать. То есть, когда вы попадаете в такие условия, ну, все, вы обеспечены, ну, не факт, что будет очень весело сидеть на острове и каждый день ловить одну и ту же рыбу, но они, насколько я знаю, не жалуются, ну, особенно если не знаете никаких других вариантов, ну, а сидя на острове, вы не будете знать никаких других вариантов, спустя там пару поколений вы забываете, откуда вообще взялись, и начинаете сочинять про то, как какой-нибудь там великий предок выудил землю из воды, да, или там какая-нибудь черепаха подняла на панцире, и все, и вам уже хорошо, вот. А спустя некоторое время, естественно, начинается и идет немножечко и биологическая эволюция. И в чем идет она, опять же, в разных направлениях, но зависит от очень локальных условий. Ну, прежде чем про это, еще второй вариант адаптации, какой может быть, первый это вот эти рыболовы, да, а второй это земледельческий вариант. Но это сильно уже более поздний, то есть это порядка там четырех тысяч лет назад и позже, да, вот этой всей островной части планеты, да, до той же Мелонезии, потом Микронезии, Полинезии, доброгое сельское хозяйство. Ну, а частично, видимо, там и изобретено даже на месте было. Ну, вот, но земледельцы, они чувствуют себя немножко иначе. Вот, хотя, в строгом смысле, на одном земледелии, они, конечно, все равно не уезжают. В любом случае, какое-то там рыболовство у них продолжается. Но, если взять еще исходник, да, такой охотничь-собирательский, меняются биологически. И изменения могут быть очень непохожими. часто, в довольно большом количестве случаев, изменения начинаются в ту же сторону, что происходили у вот этих ископаемых хоббитов. То есть, на том же самом флоресе, в полутора километрах от пещеры Лянгбуа, где найдены хоббиты, обнаружены, вернее, не обнаружены, а стоит, как бы, да, ее обнаруживать не надо, стоит деревня Рампасаса, где живут современные пигмеи. Ростом тоже полтора метра, хоббиты были метр высотой, но у них были сотни тысяч лет для эволюции. А у этих современных Рампасаса времени на эволюцию было, ну там, несколько тысяч лет. Они не успели специализироваться, но уменьшатся в размере вполне себе, и они полтора метра высотой. Вот, но с такой приятной для них поправкой, что размер мозга у них обычный, нормальный. То есть, если ископаемые хоббиты по сути, деградировали, то есть, у них с килограмма мозга до 400 грамм мозг уменьшился, то у современных Рампасаса сапиенсов мозг вполне стандартный, обычный. И способности у них те же самые. Ну и что прикольное, их нанимали в качестве рабочих копать вот этих самых хоббитов. Ну и между прочим, в этой деревне тут же возникла байка, такая легенда, что они потомки этих самых хоббитов то и есть. Ну вот, что никак не может быть, потому что это по лицу видно, что это не так, но байкам это никогда не мешало. На Филиппинах, где известны вот те самые лусонские уже хоббиты, да, есть современные аэто. Аэто, это пигмии филиппинские, темнокожие, низкорослые, с курчами и волосами, похожие на меланезийцев, но очень маленькие, с очень слабым, кстати говоря, развитием надбровья и довольно-таки специфические. Вот, но, что, кстати, любопытно, вот эти самые аэто, живущие на разных островах Филиппин, друг от друга особо не отличаются, то есть они реально похожи. Их даже на удивление изучали, довольно активно, про это хорошая книжка толстая написана и много-много статей. Вот, а в последнее время генетически их изучают, вот, когда я новость говорил, да, очередные данные по ним тоже были получены. И удивительно, но на разных островах Филиппин они реально очень похожи. Это говорит о том, что Филиппины, как архипелаг, были в значительной степени изолированы от той же самой Индонезии или материка, ну, что, в общем, не странно, да, там чисто географически, по этому, собственно, архипелаг-то и есть. А с другой стороны, внутри, между этими островами, движение было, видимо, довольно-таки активное. И этим это никто не мешал сделать лодочку и переплыть на соседний остров. Ну, не мешал до предовремени, потому что уже в новейшее время, ну, то есть, там, сколько-то, несколько тысяч лет назад с материка, а может быть, из Индонезии, бог его знает, туда приплыли уже монголоиды. Другая раса с другим укладом и с другими представлениями о жизни. И самое главное, они были многочисленные и большие. И у них был даже уже металл. Поэтому вот эти охотники-собиратели Аэта, ну, предки которых когда-то вытеснили хоббитов, в свою очередь были вытеснены современными уже монголоидами. И племена Аэта, охотников-собирателей вот этих меланезоидных, заняли центральные части, самые-таки не особо хорошие, не очень пригодные для жизни, даже для охоты, в центральных частях островов. То есть, до этого момента они заселяли весь архипелаг, а теперь на самых плодородных местах засели земледельцы. Ну, а поскольку земледельцев много, то, собственно, выбора у этих самых Аэта не было. И к моменту прибытия европейцев, что произошло еще через пару тысяч лет, эти самые Аэта уже были рудиментами, такими маленькими островками в каких-то отдельных местах и далеко не на всех островах. Но время их изоляции друг от друга, вот эти пару тысяч лет, не хватило для того, чтобы они поменялись. То есть, предыдущие 50 тысяч лет им хватило, чтобы уменьшиться в размере, и стать полтора метра высотой, а последующие две не хватило, чтобы уже разные пигмеи друг от друга стали отличаться. И, что показательно, у монголоидов, которые приплыли на эти острова, пошли ровно те же самые процессы. И многие филиппинские народы, уже монголоидные расы, тоже имеют сравнительно невысокий рост. Ну, а на других островах это еще лучше видно. Допустим, есть такие Ментавайские острова рядом с Суматрой, и там монголоиды, такие образцово-показательные монголоиды, но тоже ростом полтора метра. То есть, на очень маленьких островах в условиях тропического дождевого леса не сильно много надо, чтобы уменьшиться в размере. Ну, потому что в этих условиях большой человек очень невыигрышно себя чувствует. Он сильно перегревается, ему надо много еды, ему трудно передвигаться просто по этим джунглям, и болеть он будет от всяких болезней, в большей степени. Ну, не потому, что он большой, да, а потому что приспособление к разным тропическим болезням иногда в качестве побочного эффекта имеет уменьшение роста. Ну, как бы в обратную сторону работает. И так или иначе вот эти островные популяции становятся маленькие. Но у нас есть и другие островные такие странные популяции. Наверное, самые экзотические в этом островном регионе это андаманские аборигены. Андаманские острова находятся, ну, тоже условно недалеко от Суматры и Малаки. в настоящее время политические они принадлежат к Индии, вот, но фактически они сами по себе. И, кстати, рядом еще есть Никоварские острова, что тоже забавно, там история похожая, но другая. Но вначале андаманские острова. Андаманские острова очень небольшие, ну, там есть, конечно, такие городы названия, там, Большой Андаман, но Большой Андаман, это там сколько-то километров поперечники. А есть еще Малый Андаман, есть вообще Сентинельские острова, которые там чуть ли не по километру в поперечнике. И, когда это название, там, Малый Сентинел, да, ну, это совсем печально. И, когда туда попали люди, если честно, мы не знаем. У нас нету никаких достоверных данных на эту тему. Но люди, которые там живут, адаманские аборигены, настолько радикально отличаются от всех соседей, что нет ни малейших сомнений, что попали не туда давно. И, скорее всего, они оказались там еще десятки тысяч лет назад. Формально их относят к меланезийской расе и, как бы, соединяют с теми же самыми Аэто, Семангами на Малайке, какими-нибудь там, Папуасами на Новой Гвинеи, меланезийцами где-то там на Меланезийских островах дальше. Вот. Но, по большому счету, их объединяет только то, что они все темнокожие и с курчалыми волосами. Ну, в общем, по сути, вот эти два признака. Но раса не определяется двумя признаками. И цвет кожи это, конечно, заметный признак, яркий в буквальном смысле, какой бы он при этом ни был, да, конкретно. Но это не определяющий признак, потому что все древние люди были темнокожие. И темнокожесть это исходная версия для вида Homo sapiens. То есть, 50 тысяч лет назад все были темнокожие. Просто некоторые темнокожие так и остались, ну, потому что это в условиях тропиков адаптивно. А некоторым пришлось побелеть, причем несколькими путями, ну, как минимум двумя. Поэтому, когда мы находим какую-то темнокожую группу, о ее родстве это не говорит особо ничего, потому что это исходная версия, да, ну, все были темнокожие, и что теперь? И, кстати говоря, генетика это показывает тоже, то есть, всякая темнокожесть, которая бывает на планете, генетически она, видимо, более-менее одинаковая. Ну, там есть мега-исключение, где-нибудь там в Судане есть еще более темнокожие, там у них другая мутация, но это поверх как бы предыдущей еще немножко наложилось. А к андаманским островам это не относится. А курчавоволосость тоже, видимо, исходная версия, потому что вся Африка курчавоволосая, и Меланезия тоже вся курчавоволосая, то есть, видимо, это было 50 тысяч лет назад, опять же, типичным для всех. А вот другие особенности андаманских аборигенов очень специфические. У них, например, минимальное в мире практически развитие надбровного валика, ну, надбровных дуг, вернее, валик-то у современных людей вообще не особо бывает, надбровных дуг. И если мы их считаем восточными экваториалами, ну, географически, да, то есть, они близко, ну, скорее как бы ближе все-таки к Меланезии, чем к Африке, то это странно, потому что у восточных экваториалов надбровные дуги это как раз самые большие на планете. Ну, а если брать там какую-нибудь Австралию, да, то и подавно. Рост бороды усов, опять же, у восточных экваториалов он повышенный по общемировой, как бы, да, разнарядке, а у андаманских аборигенов минимальный на планете, у них вообще практически не растет борода усы, ну, вот, и можно там другие всякие признаки приводить, там форму очерепной коробки, там еще что-то такое. И получается, что их отнесение к этим самым восточным экваториалам оно довольно-таки формальное. Ну, просто потому, что они где-то там и они вот все такие похожие, а мы сидя в Европе смотрим издаля и, типа, нам они все на одно лицо. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что вовсе даже не на одно лицо, а на очень-очень много разных лиц. Вот, и при этом эти самые андаманские аборигены отличаются и от африканских негроидов. То есть, они, их нельзя причислить и к африканцам. Они другие, ну, и опять же, не только по размеру тела, но и по форме черепа и лица. Вот, выходит, что процесс преобразования на этих самых андаманских островах шел по-любому очень долго и очень по-своему. То есть, они успели отличиться, отделиться от африканцев и то ли не приобрели особенности характерные для меланизоидов, австралоидов, то ли успели их потерять. Ну, в зависимости от того, как они туда вообще попали. К сожалению, у нас нету никаких нормальных археологических данных про заселение андаманских островов. Никто никогда не производил там раскопок. Может быть, когда-нибудь это и будет сделано, но пока мест этого не происходило. И современных этих андаманцев тоже довольно проблематично изучать. По той причине, что в тот момент, когда это было технически возможно, когда там политкорректность не заела, уровень науки был, строго говоря, никакой. А потом англичане большей части этих аборигенов просто истребили, а кого не истребили, так загоняли, что те теперь очень не склонны общаться вообще с кем-либо. И последние такие образцовые андаманцы сидят тут на Сентенеле как раз, и индийское правительство объявило этот остров заповедником. Ну, по сути, заповедник для людей. Ну, что там происходит, никто не знает, когда кто-то туда пытается приплыть и вступить в контакт, эти местные жители стреляют у звуков отравленными стрелами, громко ругаются и кричат уходите отсюда, на неизвестном языке, но их очень понятно, что они имеют ввиду. И их поведение более чем красноречиво. На других андаманских островах большей части андаманцев просто уже нет, они замещены понаехавшими, а там, где есть, они либо уже замедлисированы, ну, либо, опять же, не очень склонны контачить с остальными. Ну, то есть, какое-то количество их там людей все-таки есть еще, но вот по этим отдельным как бы людям, да, вот что-то мы все-таки знаем, так или иначе. Но по итогу андаманские аборигены получаются, по сути, своей отдельной расой, которая в течение, видимо, десятков тысяч лет там сидела, заизолировалась и сейчас на данный момент это самая изолированная раса на планете. Ну, а если посмотреть еще шире, то понятно, что таких островных историй-то было больше. Ну, скажем, Карибские острова, тот же самый Мадагаскар, там, какие-нибудь Макарнезия, да, там, какие-нибудь острова около Западной Африки и там всякие прочие другие. И в зависимости от срока пребывания там людей везде что-то такое своеобразное возникало, но, как правило, именно специфическое. То есть, у людей на островах, насколько мы вот видим по факту, никогда не консервируются древние черты, а именно что преобразуется. Вот с чего я начал, да, то есть у некоторых зверюшек, там, типа Тупай или там Карликовых Оленьков действительно может происходить в некотором роде консервация параметров, а у людей этого не происходит. А если посмотреть в еще более широком смысле, то в качестве островов могут выступать и цельные материки, та же самая Австралия, да, то есть Австралия это же тоже по сути дела остров от других отделен, да, ну там посмотреть на фауну или флору, она вообще там застряла где-нибудь в Палеоцене, да, или там чуть не в Мезозое, и люди туда попавшие тоже оказывались в изоляции, или Южная Америка, ну это не совсем как бы остров, да, Панама-то есть, но она настолько тесная, узкая и труднопроходимая, что до самых распоследних моментов в принципе туда вот один раз люди заселились, ну там пару, может тройку раз, так там в общем-то и оставались индейцы, но только если в Австралии все-таки было 50 тысяч лет на эволюцию, то в Южной Америке ну от силы 30, а скорее всего и меньше, то есть наибольшей вероятностью там порядка 14, там или около того, а это уже совсем ни о чем, вот, а если посмотреть в еще более широком варианте, то мы видим, что вся наша планета, это вообще-то остров, и тут-то изучение островных популяций и животных, и людей оказывается очень важно для понимания нашей дальнейшей судьбы, потому что, ну как вы могли видеть из всего предыдущего изложения, на островах происходит, ну все-таки, какая-то специализация, и, как правило, эта специализация при столкновении с более таким широким, открытым внешним миром проигрывает каждый раз, будь то те же самые дронты, да, или там карликовые слоны, или вот эти вот островные хоббиты, или даже вроде бы уже люди современного вида, которые способны метисироваться по интеллекту, вроде бы и там не отстают, но все равно при столкновении с цивилизацией такой более широкой проигрывает, потому что у них меньше возможностей, у них ресурсы ограничены, им некуда разгуляться, у них нету ни материалов, да, там керамику они не могут, допустим, лепить, там просто глины нету на острове, вот, у них нету руд, и металлы им делать невозможно, у них просто мало общения и мало обмена информацией, поэтому новых идей мало возникает, ну и просто, если у вас на острове живет там 20 человек, да, сколько там будет гениев, ну, гении это редкая вещь, да, если среди 20 человек, они возникнут, может раз там в много поколений, ну вот, а если у вас миллиард человек, то там в каждом поколении парочка найдется, и просто обмен информацией, даже не обязательно должен быть индивидуальный какой-то там особо одаренный человек, просто если бродит много мыслей, кто-то их подхватит, кто-то разовьет, один в одну сторону, другой в другую сторону, а если у вас 10 человек, то и что подхватывать-то, да, откуда эти мысли вообще возьмутся, и островные группы в итоге, и частично биологические, ну, если на больших интервалах времени, и культурно, если на маленьких интервалах времени, проигрывают тем, которые более открыты для друг друга, да, для вот окружающего мира, а наша планета, как я уже сказал, это ведь тоже остров, и мы находимся тоже в своем роде в изоляции, поэтому, когда у нас происходит глобализация, и все более-менее как-то унифицируется по всей планете, приходит в такое более-менее как бы равновесное состояние, и начинается специализация, то если вдруг, не дай бог, появится какой-то открытый мир, еще более широкий, по отношению к нашей планете, ну, зеленые человечки, например, прилетят таки до нас, или мы заселим соседние территории и с собой явим, как бы, да, более широкий набор вариантов, там, Марсиан, Лунян, Юпитериан, там, еще каких-нибудь, да, то планета Земля, являясь островом, может проиграть, и она может оказаться такими вот, ну, то есть население планеты, да, люди могут оказаться такими вот хоббитами на Форесе, которые при столкновении с полновесными, полноразмерными, шибкоинтеллектуальными внешними людьми окажутся совершенно проигрышными и могут вымереть. Как с этим бороться, непонятно. Видимо, задача наша не превращаться в островодчик, а заселять все вокруг. Ну, люди ведь тоже до сих пор по этому пути шли. То есть, с момента вот выхода из Африки, дальше мы только расселялись, 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 и прогресс шел, что чудесное. Ну, с эксцессами, понятно, туда-сюда, но тем не менее. И, может быть, это повод нам еще немножечко поднажать, добраться, ну, хотя бы для начала до Луны. Говорят, у нас программа есть, лунная станция в ближайшие там годы, у китайцев тоже есть, точно совершенно, и даже у нас вроде бы совместная. А там, глядишь, и до Марса, ну, Маск много чего обещал, ну, вот, пора выполнять. Вот, ну, пока Маск раскачается, глядишь, те же самые китайцы, или мы доберемся, а дальше есть какие-то там спутники, Юпитер, Сатурна, Невтуна, на Плутоне, можно там сидеть, да, лед ковырять, и там дальше, дальше, Альфа-Центавры, а может быть, даже и Бета-Центавры, ну, коли есть Альфа, наверное, есть и Бета, и какие-то всякие прочие Проксимы, глядишь, будут нами заселены. И тогда вот эти вот люди будущего, вернувшись на планету Земля, скажут, ой, какие прикольные, как-то у них эволюция странно пошла, такие смешные, и будут пальчиком тыкать в нас, да, и удивляться, что такое происходит. Вот, ну, посмотрим, как оно будет, до этого нам надо еще стремиться и не стать хоббитами на острове. Естественно, возникает вопрос, может ли такое быть, чтобы, наоборот, островитяне оказались более развитые, чем люди на материке? Ну, таких примеров, прямо скажем, небогато, потому что на острове просто меньше возможностей. Ну, единственное, если все-таки остров достаточно большой, и если туда уже заселились не какие-то там люди каменного века, да, а более-менее продвинутые товарищи, которые, привезенные с собой, сумели развить. Ну, и едва ли не единственное, что приходит в голову в этом смысле, это Япония, где долгое время шла своя островная эволюция, да, и возникали айны, ну, которые тоже по-своему замечательные, одни только палочки для поднимания усовчиво стоят, я такую же хочу, но далеко они все-таки не уехали. И если отсечь ресурсную базу, то опять скатятся в средневековье, как миленькие. Ну, как известно, экономика велосипеда, да, пока идет приток снаружи, и пока вот есть понукание, развитие идет, а потом, глядишь, все снова остановится. И неспроста до сих пор японское общество, оно такое феноменальное, с одной стороны роботы, да, и туалет с подогревом, а с другой стороны до сих пор все эти там татами, циновки, какие-то там эти кимоно, да, там ниндзя, что там еще полагается быть в Японии. И вот эта вот какая-то архаика средневековая, она так и сквозит. И так или иначе, вот взаимоотношение там общества, да, там отношение там к старшим, там и так далее, оно очень консервативное местами. И буквально вот в последнем поколении, вот в нынешнем живущем, да, что-то начинает меняться. Опять же, в силу того, что многие японцы ездят в ту же самую Америку, там еще куда-то, приезжают обратно, к ним иностранцы все-таки начинают понемножку проникать, и то они до последнего не пускают. Вот, и что-то по чуть-чуть сдвигается. Так это уже 21 век. Ну вот, так что Япония это пример как раз того, что именно открытость внешнего мира дает возможности в чем-то превзойти материковое сообщество. Вот, ну надолго ли? Тоже вопрос. Это была программа Дробышевский человек разумный. Мы говорили про изоляцию, про островные сообщества и про то, как это влияет на судьбу цивилизации. Если вы живете на острове, пишите свои впечатления от этого бытия, ставьте лайки, подписывайтесь. До следующих встреч. А в следующей программе поговорим про расы бывшего Советского Союза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова